Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловичева. Безграничные неудобства. Почему грузинский безвиз стал проблемой для Евросоюза и чем это может закончиться для Тбилиси? Кто кого переиграл? Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ина под вопросом, что пошло не так. Привет оружие! В Киеве бытовая ссора закончилась перестрелкой, а на Прикорпатье взрывом гранаты. Кто и зачем вооружает украинцев? Аграрные вопросы, создание антикоррупционного суда и назначение аудитора НАБУ. Верховная Рада начинает свой двухнедельный марафон. К чему планируют приступить уже завтра, расскажет Ксения Барвиненко. Один из главных вопросов на эту неделю рассмотрение во втором чтении проекта закона о создании антикоррупционного суда. Приступить планируют во вторник или среду, сразу после того, как профильный комитет утвердит все правки. Это вопрос номер один для государства Украины. И, фактически, рассмотрение этого законопроекта, если пройдет полностью эффективная подготовка, у нас может занять от двух до трех дней. До законопроекта внесено 1925 правок. Робочая группа очень активно работает. Вдалося станом на сегодня вводить большинство, это фактически 14 из 15 рекомендаций, которые дала Венесийская комиссия. Позицию спикера парламента поддержала коалиция. По главным дискуссионным вопросам уже найдено спильную редакцию. И, несмотря на протидею скептиков, позиция президента Украины перемогла. Антикоррупционный суд будет создан, и закон про него не будет соперечить Конституции и ограничивать наш суверенитет. Это еще раз подтвердило лидерство президента Украины в процессе борьбы с коррупцией в нашей стране. А вот оппозиционные фракции не настолько оптимистичны. Президентский вариант проекта закона зарегистрировали в Раде в декабре прошлого года. Практически все международные партнеры Украины выступили с жесткой критикой документа. Кроме этого, в парламенте еще четыре законопроекта авторства народных депутатов. Мы категорично против от окремления окременного взятого суда. Наполягаем на то, чтобы была реформована вся судовая система. И это требования общества, потому что судовая гилка влады сегодня меньше используется доверой людей. Мы наполягаем, чтобы это было реформирование всей судовой гилки влады, а не только создание окременного взятого суда, потом суд для карманников, для домашников, для пенсионеров и так далее. Что касается антикоррупционного суда, интрига в парламенте одна. Чи сможет эта Верховная Рада проголосовать незалежно от президента антикоррупционный суд? Чи не сможет проголосовать? Мы внесли поправки, которые не дают никакой возможности действующему президенту вплинути на формирование антикоррупционного суду. Кроме того, депутаты требуют проголосовать проекты законов о накопительной пенсионной системе. Если этот законопроект не будет рассмотрен, то у второго или четверого мы не дадим никакого голоса. Ни за антикоррупционный закон, ни за любые важные или не важные законы. Сегодня мы должны подумать о нашей молодости, о ее будущем. И мы должны подумать о тех людей, которые уже вышли на пенсию и лечь живутят на эти крихики, на эти кистки, которые им кидает влада. Посмотрите наши пенсионеры. Они выходят на пенсию и мне кажется, что их жизнь закончилась. А на самом деле в всем мире для пенсионеров это новый этап жизни, новое дыхание. Где ездят, где отдыхают, клубы позволяют и так далее. А нас сидят как в овку в четырех стенах. Я возвращаюсь к всех, и к своих коллег-партийцев, и к всех, кто не байдужий. Давайте пенсионерам сделаем все, чтобы они достойно жили. А вот вопроса о назначении членов Центральной избирательной комиссии в повестке дня нет. По словам спикера Верховной Рады, консультации с фракциями планируют закончить 1 июля. И уже тогда смогут перейти к голосованию. Ксения Барвиненко, Иван Ермаков, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Государственная миграционная служба получила официальные документы об израильском гражданстве украинского депутата Вадима Рабиновича. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Он убежден, что теперь, уже в ближайшее время, Рабинович может лишиться мандата и украинского гражданства. Все подробности в нашем материале. Украинский нардеп Вадим Рабинович – гражданин Израиля. Официальное доказательство этому от Министерства внутренних дел Израиля получил депутат Сергей Каплин. В частности, в документах говорится о том, что у Рабиновича там есть идентификационный код, а его получают исключительно граждане страны. В Израиле украинский депутат взял себе имя Давид. Отчество, дата рождения, главная подпись полностью совпадают. Эти бумаги с официальным переводом и печатями нардеп уже направил в государственную миграционную службу. У нас есть неспростовные доказы его израильского гражданства, которые, как другая, заборонены соответствующей нормой, чинной украинской конституции. И юридическим навыком доведения наявности этого подвижного гражданства должно быть избавление депутатского мандата и выселение из нашей страны. Но вместе с этим, еще раз наголошу, должны расследовать все те факты, которые уже сегодня известны ГПУ и НАБУ, которые сейчас расследуются, касательно порушения антикоррупционного законодательства, крадежек и других афер и манипуляций. Напомним, на прошлой неделе в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что открыли против скандального депутата Рабиновича уголовное дело за незаконное обогащение. Правоохранители также полностью проверят декларацию политика за 2017 год. Журналисты уже не раз заявляли о том, что лидер партии «За життя» скрывает свои настоящие доходы и затраты. В частности, он не указал в декларации эту виллу в израильском городе Битана Аарон вблизи Тель-Авива. Именно здесь он и проживал, согласно бумагам. Цены недвижимости в этом историческом центре начинаются от десятков миллионов долларов. В декларации Рабиновича также ни слова об этой вилле в Кончезаспе под Киевом, которую он арендует за 10 тысяч долларов в месяц. И этой виллы на Печерске в столице, площадью 700 квадратов. В СМИ уже не раз писали и об элитном отдыхе и перелетах Рабиновича на частных самолетах стоимостью миллионы гривен. По данным журналистов, роскошную личную и политическую жизнь украинского депутата финансирует российский бизнесмен Павел Фукс. В частности, Рабинович через жену получил от него 23 миллиона гривен как задаток за продажу земли. Однако эта сделка не состоялась. По данным нардепов, уже осенью ГПУ готовятся представить все эти факты в парламенте. Тогда же с Рабиновича готовятся снять и депутатскую неприкосновенность. Все эти нарушения и вранье теперь могут сулить Вадиму Рабиновичу не только потерю депутатского мандата, но и свободы. Прошедшая неделя на Донбассе была худшей в нынешнем году. Такое заявление сделал первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. По его словам, наблюдатели зафиксировали почти 8 тысяч нарушений режима тишины. Боевики вели обстрел жилых кварталов, школ и Донецкой фильтровальной станции. Погибли два мирных жителя. Подобная ситуация, как отметил Хук, была в период обострения боевых действий в 2014 году. Мы подтвердили данные о гибели двух мирных жителей, в том числе 13-летнего мальчика в поселке Троицкой Луганской области. Кроме того, серьезное опасение вызвало применение реактивных систем залпового огня. Вечером, среду, 16 мая, стационарная камера миссии на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала более 20 ракет «Град». Они взорвались в подконтрольном правительству районе. На Донбассе потери. Погибли два украинских бойца. Четверо были ранены. Столкновение произошло в недавно освобожденном поселке Южное, возле Горловки. Боевики не прекращают попыток вернуть этот населенный пункт под свой контроль. И в последнее время враг активизировался на всех направлениях. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. БХСПГ. В таком своеобразном полевом музее то, что за последние обстрелы бойцы насобирали только на одной позиции. А вокруг следы разрывов снарядов, выпущенных с оккупированной территории. То есть 120-й, артиллерия, и артиллерия пришла туда дальше. 21-летний Богдан два года на фронте не раз попадал под обстрелы. И такой опыт теперь помогает ему спасаться от поражения увесистыми осколками. Миномет, например, ты отличается от всего. И когда ты слышишь, что миномет пролетает, ты там, ну, уже различаешь. Там 80-ка пролетела, 120-ка. Ты, то есть уже не сильно так думаешь про то, что он там прилетит, тебя убьет. А арта уже, она просто разрушение больше даёт, осколки больше. Парень из семьи военных, отец служил в морфлоте, оба деда прошли вторую мировую танкистами. Поэтому другого пути Богдан и не рассматривал. Правда, признается, не думал, что встанет на него так рано. Она как-то уже затянулась, эта война, и большая агрессия началась от России, от сепаратистов, тех самых. В 19 лет я подписал контракт для того, чтобы, ну, зупинити, возможно, какими-то своими силами допомогти армии, чтобы не дошла война на іншую территорию. Когда поработаешь, сразу чистить, чтобы не подводил потом. Заботливый, даже трепетно о своём автомате рассказывает Илья. Чистить его приходится каждый день. Атаки противника не прекращаются. Слева флана, справа флана стрельба. Сначала мелкий калибр, потом начался крупный, всё более крупнее и крупнее начинался. Для Ильи армия тоже осознанный выбор. Служил в авиации в Крыму. С началом войны перешёл в крылатую пехоту десант. Он один из тех, кто видел, как российские военные захватывали наши воинские части в Севастополе. И один из немногих, кого российским генералам не удалось переманить деньгами. Вся одна. Раздал и всё. И то, что родина, ну, как бы, здесь вся родня моя. Я не понимаю ребят, которые там остались, с Украины. И пехотинец, и десантник едины в том, почему отказались от домашнего уюта. Как бы я дома сидел, это так каждый думает, что меня это не касается. Но это же наша краина. Наша земля. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. О своём общении с Владимиром Путиным рассказала украинскому президенту канцлер Германии. Ангела Меркель и Петр Порошенко в телефонном режиме обсудили также ситуацию на Донбассе и выполнение минских договорённостей. А также вопросы, связанные со строительством российского газопровода «Северный поток-2». Я напомню, встреча Меркель и Путина состоялась 18 мая в Сочи. Поворот, которого не ждали, власти КНДР после множества уступок вернулись к жёсткой линии. Изменили тон на заявлении в Соединённых Штатах. Там открыто пригрозили войной. Удастся ли в этих условиях развязать так называемый «корейский узел», выяснял Дмитрий Анопченко. Статья в свежем выпуске «Вашингтон-Пост» наделала шуму. Неофициально поговорив с источниками в Белом доме, репортеры газеты выяснили, в американской администрации считают, что в КНДР вернулись к жёсткой линии. И не говоря вслух, что саммит не состоится, на самом деле делают всё, чтобы полностью отказаться от встречи или выставить Дональда Трампа виноватым, если на переговорах пойдёт что-то не так. Один из помощников Трампа признался журналистам, мол, резкий поворот произошёл после недавнего визита Кима в Пекин. Возможно, там его и переубедили. В любом случае, это ещё не провал переговоров, шансы сохраняются, но и расклад сил, и тон заявлений изменились и резко. Чего только стоит заявление влиятельного республиканца, сенатора Линдси Грэма в эфире Fox News. Если представители КНДР не объявятся на переговорах, это означает конец дипломатии. Если они объявятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт останется единственно возможным вариантом. И если будет военный конфликт с Северной Кореей, то проиграют они, а не мы. Более того, сенатор, оказывается, не своё мнение высказывает. Он незадолго до эфира с Трампом говорил и узнал его позицию. Президент сказал мне, он хотел бы закончить это так, чтобы обе стороны выиграли, но если это будет невозможно, если они начнут играть с Трампом, тогда мы покончим с угрозой, исходящей от Северной Кореи, в течение его первого срока. И я позволю вам самим догадаться, как это может выглядеть. Всего несколько дней назад подобные заявления, да ещё и со ссылкой на президента, казались просто невозможными. Американская администрация, тот же Майк Помпео, делала всё, чтобы ничем не осложнить будущую встречу Трампа и Кима. И вот сейчас прямые угрозы войны, да ещё и от окружения главы государства. Нью-Йорк Таймс выведала и пишет сегодня. Происходящее очень злит президента Трампа. Он по нескольку раз в день дёргает своих советников и топ-дипломатов, требуя докладов по ситуации с КНДР. Боится, что переговоры, на которые он так много надежд возлагал, окончатся политическим конфузом. И раздумывает, если саммит сорвётся, как сделать так, чтобы выглядело это, что штаты его отменили, а недоговорённости рассыпались. Но об отмене встречи речь не идёт. Пока что. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Украина будет наращивать товарооборот с Кенией. Эта страна, экономический лидер в африканском регионе, и стремится к более тесному сотрудничеству с Киевом. Детали обсудил с местными властями министр иностранных дел Украины Павел Климкин. О чём удалось договориться, узнаем от Геннадия Вивденко. Кения известна в Украине прежде всего благодаря своему кофе, чаю и туризму. Но в то же время это одна из самых мощных экономик Африки, объёмом более чем в 20 миллиардов долларов. Украинский кенийский товарооборот в прошлом году увеличился в 2,5 раза и достиг 100 миллионов долларов. Впрочем, в украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что этого недостаточно. Впервые министр иностранных дел Украины посетил Республику Кения. Стороны также договорились об увеличении количества студентов из Кении в украинских учебных заведениях. Павел Климкин заявил, что они должны быть в каждом университете. Представители Кении отметили, что прежде всего заинтересованы в обучении у нас будущих медиков и инженеров. Мы бы хотели, чтобы кенийцы и украинцы посещали друг друга как туристы, как друзья, чтобы был культурный обмен, чтобы развивалось наше партнёрство. Очень приятно, что Кению посетил Павел Климкин. Министр иностранных дел Кении отметил, что её страна заинтересована в том, чтобы Украина участвовала в развитии, в частности, фармацевтической промышленности Кении, перерабатывающей и сельского хозяйства. Но для того, чтобы украинские компании смогли работать в этой части Африки, сначала нужно решить все вопросы на государственном уровне. Такова специфика региона. Павел Климкин пригласил свою кенийскую коллегу в Киев. Ожидается, что этот визит состоится осенью. И к тому моменту стороны подготовят весь пакет соглашений до заседания двусторонней комиссии. А уже послезавтра при участии Павла Климкина откроется ещё одно консульство Украины в одном из крупнейших кенийских городов Момбасе. Рост экономики, благоприятные условия для развития бизнеса, децентрализация и повышение доверия к государству. Это главная задача на сегодняшний день, по мнению Владимира Гройсмана. На заседании правления Ассоциации городов Украины премьер подчеркнул, что для успешного проведения реформ их должны перестать саботировать на местах. Греческая полиция охотится на грузинских преступников. Следователи вышли на организованную группу грабителей и уже задержали 10 человек. Где ещё засветился грузинский криминалитет и как это может повлиять на безвиз с этой страной, узнаем от Елены Абрамович. Ограбление жилых домов в регионе Атика в Центральной Греции. На этом специализировались грузинские преступники, которых на днях задержала полиция. Арестованы более 10 человек. И это только начало. Операция по разоблачению и обезвреживанию в группировке продолжается, сообщают местные СМИ. Полиция провела по меньшей мере 20 обысков в квартирах преступников. Согласно информации, известной на данный момент, подозреваемые входили в группу из 4-х человек и осуществили более 100 краж и грабежей в регионе Атика. Это не первая спецоперация по задержанию грузинских преступников в ЕС. За месяц греческие полицейские в сотрудничестве с французскими арестовали около 40 грузин из криминальных кругов. Четыре из которых так называемые воры в законе. Обеспокоены в ЕС и возрастающим количеством заявок на получение статуса беженца от грузин. В прошлом году их было более 10 тысяч. Это на треть больше, чем в позапрошлом. В Германии даже заговорили об отмене безвиза для грузин. В Тбилиси в ответ решили принять меры по спасению безвиза. Грузинский парламент подал законопроект, согласно которому пограничники будут тщательнее проверять тех, кто едет в Шенгенскую зону. В частности, есть ли у человека обратный билет и достаточно ли оснований верить, что он вернется в страну. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности. Вот, что у нас во второй части. Газовая атака. В Николаевской школе распылили неизвестное вещество. 37 детей в больнице с отравлением. Доходное место. На туалет во львовской мэрии потратят почти миллион гривен. Кому выгоден такой ремонт? Эрдогану здесь не рады. Почему турецкому президенту не разрешают агитацию в Германии? Очередное отравление детей. В Николаевской школе неизвестные распылили ядовитое вещество. На четвертом уроке дети почувствовали резкий запах. Многим стало трудно дышать. Учеников вывели на улицу. Вызвали спасателей, полицию, скорую помощь. 39 школьников попали в больницу. Двое из них сейчас находятся в реанимации. Школу осмотрели специалисты. И все детали этого инцидента сейчас выясняются. Мы почувствовали, что нам пришел, как говорится, в горло газ. И нам стало, как говорится, плохо дышать. И начали кашлять. Дерло горло сильно. Специалистами аварийно-рятувального загону специального призначения проведено замеры повитра. За результатами замеров небезпечных речей не выявлено. Что стало причиной недавнего отравления детей в черкасской школе номер 8, тоже пока неизвестно. Украинские лаборатории в предоставленных образцах не обнаружили опасных веществ. Поэтому для дополнительных исследований их отправили в Германию. Напомню, несколько десятков детей отравились неизвестным веществом во время линейки 8 мая. ЧП с оружием в Ивано-Франковской области военный бросил в толпу людей гранату. Пострадали 9 человек. У всех осколочные ранения. Двое сейчас находятся в реанимации. Что спровоцировало такое поведение сержанта, выясняли мои коллеги. Инцидент произошел возле этого кафе в селе Лесная Торновица. По словам очевидцев, между тремя посетителями завязался скандал, а потом и драка. Все были на веселе. Одного из мужчин сильно избили. Он пошел домой, но через несколько минут вернулся с боевой гранатой. Выбегли всю дверь. Он тоже выбег на дорогу, там, рядом этого кафе. Там он же вроде чеку выдернул. Там его хотелось скрутить, ну как забраться, чтобы он не выбухнул. Ну, где-то не пострадали люди. Ну, он кинул до земли, так, и взорвался. На этом видео первые минуты после взрыва. Ранения получили 9 человек. Игорь Зола рассказывает, граната рванула недалеко от него. Осколки попали в руку и ногу. Четырех пострадавших пришлось госпитализировать. В самом тяжелом состоянии 24-летняя женщина. У нее есть черепно-мозковая травма. Оскольчата. Наявность металличных осколков прямо в головном мозге. А также в ней травмованное правое око. Настолько травмованное, что невидимо, как будет выглядеть это око. Злоумышленника полиция задержала почти сразу. Им оказался 25-летний старший сержант. Он уроженец Донецкой области. Был в АТО. В Прикарпатии проходит службу в 10-й горно-пехотной штурмовой бригаде. В село Лесная Торновица, где живет его жена, приехал в отпуск. Соседи отзываются о них, как об образцовой паре. Нормальные соседи. Что могу сказать? С ним мы очень хорошо живем. Он же военный. Редко бывает. Но вот так ходили обои. Что-то бегал по городу. Что-то так. По предварительной версии, конфликт возник из того, что военный приравновал жену к односельчанину. Во время обыска дома у него нашли целый арсенал оружия. Нам было выявлено три тротиловые шашки. Выявлено газовый пистолет, патроны до газового пистолета. И выявлено 17 патронов до автомата Калашникова. Резного калибра. Откуда у военного оружия, сейчас выясняют в военной прокуратуре. Это выясняется и джерело походжения этих вибуховых приставов, которые взорвались и которые были выявлены у него. То есть, где они есть. Или это оружие, возможно, была выкрадена, или это оружие трофей из зоны проведения АТО. На инцидент отреагировали и в Министерстве обороны. Глава ведомства на своей странице в фейсбуке написал, что поручил начальнику генштаба срочно принять меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района операции объединенных сил. Ольга Тербинская, Жанна Дучак, Зиновьев, Станас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Заочную иллюстрацию провели станичные активисты. Несколько десятков протестующих вышли на митинг возле Верховного суда Украины. Почему они подозревают судей в коррупции и поддержке рейдерских захватов предприятий, выясняли наши корреспонденты. С такими лозунгами активисты требовали отставки коррупционных судей. Утверждают, провели собственное расследование, из которого выяснили, якобы судья Верховного суда Украины Лиля Катеринчук участвует в коррупционных махинациях. Каким должно быть решение суда, утверждают антикоррупционеры, заангажированным суднем сообщает одиозный адвокат времен Януковича Андрей Богдан. Активисты подчеркнули, этот юрист регулярно участвует в рейдерских захватах предприятий. Один из последних случаев – атака на завод по переработке сои в новой Каховке – Каховка Протеин Агра. Взять незаконно под контроль этот промышленный комплекс неизвестные пытались, имея на руках постановление судей хозяйственного суда Киева Виктории Сиваковой. Есть адвокат Андрей Богдан, до которого подошли люди от брата Сагалев, до него обратились. Это такие олигархи, коррупционеры. Мы попросили его решить это вопрос, и коррупционный связок Богдана и Сиваковой, которые, скажем, поддерживают захоплению этого завода. То есть они покрывают рейдеров. И сегодня мы докопались за то, что в коррупционных оборудования Богдана есть замешан судья Верховного Суда. Попытка рейдерского захвата соевого завода в новой Каховке началась после визита на предприятие в конце января этого года следователя ГПУ Александра Буковчанника. Имея на руках только разрешение на обыск, он самостоятельно вынес постановление – отдать комплекс под охрану бывшему собственнику, который обанкротился еще в 2011. После этого, проломав ворота на территории завода, забежали несколько десятков неизвестных в балаклавах. Одеты странно в спортивных штанах, кроссовках, в руках биты и палки. Блокирование предприятия длилось больше недели. И после попытки законных охранников уладить ситуацию, произошел конфликт. Неизвестные применили огнестрелы и холодное оружие. Пострадали 4 человека. Одного с полевым ранением достали в реанимацию. Впрочем, на днях Печевский суд Киева признал действия Буковчанника незаконными. Сам следователь ГПУ на судебное заседание по рассмотрению жалобы не явился. Он решается в судовом порядке. Если следователь считает, что кому-то не тому принадлежит предприятие, что кто-то его получил незаконно, все равно это должен следователь расследовать, потом передать материалы до суду, а уже суд должен принять соответствую решение. В этом случае следователь в обходе всех этих процедур, самостоятельно, не ждет никаких решений суду, решит, что предприятие нужно признать, по-перше, речевым доказом, и передать его на ответственное сберегание другой стороне, которая там заявляла свои права на него. Тем временем, столичные активисты напомнили судям, что мусорная иллюстрация коррупционеров в Украине продолжается. Также общественники направили материалы своих расследований в НАБУ и на ПК с требованием провести честное расследование и привлечь заангажированных служителей Фемиды к уголовной ответственности. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. В Одессе увековечит имя Бориса Литвака. Этого человека знают далеко за пределами Украины, благодаря его меценатской деятельности. Какая улица теперь будет носить его имя? Давайте узнаем. Центр реабилитации для детей-инвалидов или просто дом с ангелом. На улице Пушкинской он появился больше 20 лет назад. За это время бесплатное лечение здесь прошли десятки тысяч юных пациентов не только из Украины, но и из соседних стран. Малышей с диагнозом детский церебральный паралич здесь в буквальном смысле ставят на ноги. Профессионализм врачей подкрепляется новыми технологиями. Центр в начале 90-х создал Одессит Борис Литвак. Эта идея пришла после смерти дочери. Ирина попросила отца, тогда руководителя спортшколы, уделить внимание не только здоровым и сильным, но и слабым. У меня иной задачи в этой жизни не было. Как воплотить в жизнь вот эту ее идею. Это память Ирочки моей. Вон ее портрет. Она с нами. В апреле 2014 Бориса Давидовича не стало. Он умер на 85-м году жизни. Одессит Николай Скорик еще полтора года назад обратился к местным властям с предложением дать имя Бориса Литвака одной из городских улиц. Поскольку Литвак безоговорочно моральный авторитет для горожан. Для меня это человек, который сам, будучи достаточно небогатым человеком и живя в очень спартанских условиях, колоссальные деньги сумел собрать на благотворительность. И огромное спасибо городскому совету за то, что он прислушался к многим мнениям. И наконец-то этот вопрос, даст Бог, будет вынесен. Я думаю, что это тот вопрос, за который будет, скажем, 100% голосов присутствующих в зале. По задумке оппозиционеров, в честь Бориса Литвака можно переименовать улицу, которая сейчас носит имя революционера Евгения Заславского. Это район Молдаванки, старый уголок Одессы. Все-таки Заславского находится близко к центру, много посещает эту улицу. Я думаю, что это будет достойный поступок, который бы прославил этого человека. Который любил Одессу, знал ее и относился очень бережно и трепетно к ее истории. Теперь, как сообщают в мэрии, вопрос переименования должен пройти процедуру общественных слушаний. После чего его вынесут на рассмотрение сессии горсовета. Константин Редин, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Одесса. Перестрелкой закончилось 42 мужчин в столице. Около 6 часов утра в районе гидропарка люди услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибывший патруль выяснил, что мужчины сначала спорили, потом принялись выяснять отношения более радикально. Один ударил противника бутылкой по голове, в ответ в него выстрелили из травматического пистолета. Пуля прошла по касательной, у мужчины легкое ранение головы. Сейчас оба участника конфликта госпитализированы. Мы получили сообщение о том, что на территории гидропарка происходит бийка с стрелинами. Прибывши на место подъя, нам было установлено двух человек, которым лекаря надавали медицинскую помощь. С места подъя мы вылечили предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направлены на экспертизу. Сейчас участники подъя находятся в лекаре, а мы собираем материалы для надания правовой квалификации. 750 тысяч гривен на туалет. Во Львовском горсовете отремонтируют уборные. Тендер на обустройство отхожих мест в ратуше, по совершенно странному совпадению, выиграл сын одной из чиновниц. Все подробности узнаем от Галины Якушко. Вот так выглядит сейчас мужской туалет во Львовской ратуше. Обычные кабинки и умывальники, но вскоре все должно измениться. Вместо старого кафеля каменный пол. На умывальниках фотоэлементы. Обычные перегородки заменят декоративными. Кроме того, хотят установить музыкальное сопровождение с динамиками, усилителями и МП3-плеером. Все это указано на сайте Прозора. Работу заказала коммунальное предприятие. Директор от комментариев отказался. Что вы делаете? Я ничего не трогаю. Что вы накидаетесь на меня? Все дело в том, что тендер на обустройство туалетов выиграла компания сына одной из чиновниц Львовского горсовета. За ремонт должны заплатить 750 тысяч гривен. Чиновники, сын будет работать в туалете. Это все выдумки. Идите, познимайте в туалете чиновнику, что мы будем делать, там все видно. Мария Сенев не отрицает, что ее сын будет проводить ремонтные работы. Она специалист отдела учета и распределения жилья. Как давно назад занимается предпринимательской деятельностью, чиновница не говорит. А все потому, что предпринимательского опыта у 30-летнего Назара Сенева нет вообще. Как и необходимых инструментов, это указано в документах на сайте Прозора. Свою компанию молодой человек зарегистрировал чуть больше месяца назад. Юристы говорят, что его не имели права допускать к участию в тендере. Если мы говорим, что особа зарегистрирована как предприниматель только 6-го березня, то, я уверен, что даже часовому промежу не достаточно этого времени, чтобы показать наяву свой опыт или выполнить какие-то будильные ремонты работы. В действиях чиновников юристы усматривают коррупционную составляющую. Ведь сотрудница горсовета вполне могла повлиять на тендерный комитет, чтобы выбрали компанию сына. Впрочем, в самом городском совете разбираться в этом, похоже, не собираются. А давать комментарии отказались. Глина и Кошкир и Голубинка. Подробности телеканал Интер Львов. Агитация на экспорт. За месяц до парламентских и президентских выборов президент Турции пытается завоевать голоса избирателей, которые живут за рубежом. Почему в Германии выступлением Эрдогана не рады, и где турецкого лидера принимают более охотно, узнаем от Татьяны Лагуновой. Реджеп Таип Эрдоган в агитационном туре. Одна из остановок Боснии и Герцеговина. Послушать его в Сараеве собрались 15 тысяч граждан Турции, которые живут в разных европейских странах. Как турки Европы, вы поддержали нас на выборах в ноябре 2015 года, потом на прошлогоднем референдуме. Теперь нам снова нужна ваша поддержка на выборах. Симпатии граждан, которые живут за рубежом, для Эрдогана очень важны. Правом голоса обладают более трех миллионов человек, а это 5% всех избирателей. В то время как европейские страны, которые утверждали, что они колыбель демократии, потерпели неудачу, Босния и Герцеговина оказалась настоящим демократическим государством, которое дало нам возможность собраться. Это камень в огород Германии, которая запретила турецким политикам проводить предвыборные мероприятия на своей территории. Германия для Эрдогана ключевая европейская агитационная площадка. Здесь живут полтора миллиона граждан Турции, обладающих правом голоса. Накануне выборов Анкара снова обратилась к Берлину с просьбой разрешить предвыборные мероприятия турецких политиков. И снова получила отказ. Более того, чтобы не объяснять, почему нет, немцы даже приняли специальный закон и запретили любые публичные выступления политиков из стран, не входящих в ЕС, если до выборов на их родине остается меньше трех месяцев. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникиенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Не в медовый месяц, а на работу. Новоиспеченные супруги принц Гарри и Меган Маркл уже завтра начнут служить британской короне. Каким будет первый рабочий день молодоженов, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. На отдых от сказочной свадьбы у принца Гарри и его жены Меган всего два дня. Уже завтра они приступят к исполнению своих королевских обязанностей. Супругов ждут на чайной вечеринке в саду Букингемского дворца. Ее проведут в честь юбилея отца Гарри. Принцу Чарльзу в ноябре исполнится 70 лет, и это первое из запланированных торжеств. После замужества жизнь Меган Маркл кардинально изменится. Ей уже пришлось отказаться от довольно успешной актерской карьеры. Она покинула сериал «Костюмы», который принес ей большую популярность. Также Меган придется чаще держать язык за зубами. Ранее актриса позволила себе назвать американского президента Трампа женоненавистником. А теперь придется полностью отмежеваться от политики. Обязанности Меган как представительницы королевской семьи довольно банальны. Хорошо выглядеть, поменьше говорить, ходить на благотворительные вечеринки и открывать больницы. Впрочем, новоиспеченная герцогиня Сасекская вряд ли будет покорной и молчаливой женой. Она уже получила благословение от Букингемского дворца продолжать свою борьбу за права женщин. И собирается активно участвовать в кампании за социальную справедливость. Меган не просто новое лицо британской монархии. А еще и одна из причин, почему монархия не теряет свою актуальность. Ведь для многих королевская семья кажется устаревшим институтом. Особенно для молодежи. А такие люди, как Меган, влюбляют в себя молодое поколение. И благодаря этому монархия снова интересна и важна для людей. Меган Маркл уже успела продемонстрировать всему миру свою феминистическую натуру. Половину пути к алтарю она прошла сама, подчеркивая, что самодостаточная и независимая женщина. Также нарушила традицию, согласно которой только мужчины произносят речи на свадьбах. И взяла слово за праздничным ужином. Что же касается подробностей празднования, то известно, что свадьба закончилась далеко за полночь. Чтобы в прессу не просочились фотографии с вечеринки, у всех 200 гостей забрали на входе телефоны. Были и фейерверки, и танцы. По традиции британских свадеб самой смешной частью стала речь шафера. Принц Уильям пошутил и над будущей лысиной брата. И вспомнил, как тот на днях упал с лестницы, меняя лампочку. За пульт диджея стал голливудский актер Идрис Эльба, а оскароносный Джордж Клуни успел потанцевать с обеими невестками королевской семьи. И с Мэган, и с Кейт. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Кто из футболистов стал лучшим форвардом в истории? Зачем Бьонси собственная церковь? И в каком городе появится такси в виде прозрачных шаров? Британец-победитель американской музыкальной премии Billboard Music Awards 2018. Эд Ширан получил статуэтку как лучший исполнитель. Он же самый продаваемый музыкант. Исполнитель самой популярной песни на радио. Шейпа Вью – лучший музыкант мужского пола. Всего Эд Ширан был номинирован в 15 категориях. В шести из них победил. Певице года стала американка Тейлор Свифт. Пятая золотая бутца для Лионеля Месси. Аргентинец установил рекорд по количеству трофеев как лучший форвард. Также у него есть пять золотых мячей. Он девятикратный чемпион Испании. Семикратный обладатель Суперкубка страны. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. 30-летний Месси все свои победы завоевал, выступая за испанский клуб Барселона. Бейонса купила церковь, сообщают американские таблоиды. Приобретенному зданию в Новом Орлеане больше ста лет. Помещение площадью 700 квадратных метров несколько лет не использовали по назначению. И лишь недавно там возобновились богослужения. Стоимость покупки – 850 тысяч долларов. Сама певица приобретение не комментирует. Новый экологический транспорт «Водное такси» тестируют в Париже. Шаровидные прозрачные катера могут развивать скорость до 18 км в час. Они оснащены подводными крыльями и двумя электромоторами. Во французской столице планируют создать разветвленную сеть водных такси, которые будут курсировать по сене. Вызвать катер можно будет при помощи специального приложения на смартфоне. Китай запустил спутник для участия в миссии по изучению темной стороны Луны. Аппарат будет ретранслировать в Центр управления на Земле информацию, которую собирают зонд. Именно он исследует невидимую часть космического спутника нашей планеты. Впервые в истории человечество отправило спутник-ретранслятор на такое огромное расстояние. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам всем недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова